Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы поговорим прежде всего о том сложившемся непростом положении, в котором оказались наша страна, да и весь мир в последние дни. Я хорошо понимаю, что многие из вас сейчас испытывают обеспокоенность и тревогу. Но я уверен, что мы с вами обязательно преодолеем все трудности. Не надо бояться будущего. Жизнь продолжается. Продолжается и наша работа. Прежде всего, хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за самоотверженный труд и преданность своему делу. В прошлом году мы в очередной раз добились высоких результатов, рекордов. Многое уже сделали и в этом году. Огромное вам за это спасибо. Но, друзья, мы все понимаем, что нам предстоит работать в абсолютно новых и экстремально сложных условиях. И для нас сейчас самое главное быть вместе. Быть вместе со своей страной и в горе, и в радости. Наш долг – обеспечить ритмичную, бесперебойную работу всех предприятий. Наш долг – выполнить все поставленные перед нами задачи и обязательства перед клиентами. И как прежде государство на нас рассчитывает. Рассчитывает таких важных вопросов, как выработка электроэнергии и безопасность, решение экологических задач, арктических проектов, цифровизация и многое-многое другое. Друзья, в этих условиях главное внимание сейчас мы должны уделить человеку. Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства. Мы ищем также и новые возможности для максимальной защиты людей. Я подписал приказ о досрочном выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшее время. Мы по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации. Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов и предприятий абсолютным приоритетом сегодня будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и, безусловно, выполнение всех социальных обязательств. Друзья, нам не привыкать жить и трудиться в условиях внешнего давления и санкционных ограничений. Но мы уже научились работать в этой обстановке. Все наши стратегические цели сохраняются. Возможно, будут меняться способы их достижения. Но мы продолжим двигаться вперед по всем направлениям, которые для себя определили. Более того, сегодня у нашей страны появляются новые задачи по обеспечению технологического суверенитета. Значит, и у нас с вами будет больше работы. Мы будем расширять существующее производство, открывать новые предприятия, создавать высококвалифицированные рабочие места. Сложности и вызовы, как известно, нас мобилизуют. Мы не раз добивались рекордных результатов именно в таких условиях. Уверен, так будет и впредь. Дорогие друзья, я искренне от всей души прошу вас, берегите свое здоровье. Не только физическое, но и эмоциональное. Сегодня все ищут новости и часто сталкиваются с потоком дезинформации. Верьте только надежным источникам. Помните, что сегодня мы все являемся мишенью в информационной войне. За последние два года мы с вами многому научились. Мы поняли и приняли такие ценности, как солидарность. Взаимное уважение и готовность прийти на помощь. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом. Помогайте делом, советом или просто дружеским участием. И еще старайтесь больше проводить время с близкими. Ведь они всегда поддерживают нас в трудную минуту. Делитесь с ними своим теплом и своей заботой. Обращаясь к мужчинам, совсем скоро у нас праздник 8 марта. Поздравьте своих любимых особенным образом. Ведь они наша опора и источник вдохновения. Дорогие женщины, мы восхищаемся вашей красотой, вашим обаянием. И искренне признательны вам за терпение, доброту и отзывчивость. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я желаю всем нам сил. Желаю выдержки, уверенности и спокойствия. И самое главное, мирного неба. Субтитры создавал DimaTorzok